ну что ж всем огромный привет я безумно рада видеть вас на своем канале и это строительство sims 4 сегодня я пришла к вам с довольно масштабной постройкой над которой трудилась две недели на прошлой неделе не было ролика именно по этой причине потому что я не успевала закончить эти самые дома вообще на самом деле у этих домов есть интереснейшая история как вообще получилось так что я сегодня собственно с подобной постройкой сегодня все подробно расскажу откуда что и истории поделюсь в принципе про дома поговорим поэтому давайте без долгих вступлений присаживайтесь поудобнее обкладывайтесь вкусняхами и присоединяйтесь к просмотру и прослушиванию данного ролика и так это санс и квоя как вы могли уже понять и я честно говоря сама немного удивлена что у меня как-то одно время была санс и кого и практически подряд вы были не против я даже спрашивала нравится ли вам постоянная стройка в санс и квои многие отреагировали положительно типа до продолжай пока идет строй мы только за потом на какое-то время я прекращала строить в санс и квои ну то есть так типа пыталась набрасывать что-то за кадром будем честны но ничего хорошего у меня не получалось и я ее на какое-то время откладывала именно стройку в санс и квои а тут благодаря идеи моей подписчицы которая со мной ею любезно поделилась с целью как раз таки вдруг у меня это вдохновит и я смогу что-то придумать как раз таки и родились эти два дома в санс и квои я сама удивлена потому что это самый большой участок санс и квои 50 на 40 и я долго ломала голову будем честны реально очень долго ломала голову что же такого построить именно на этом огромном участке я до сих пор побаиваюсь больших участков потому что с ними всегда есть проблемы если строить здесь один дом то я даже не представляю каких масштабов он должен быть чтобы смотреться здесь более-менее нормально то что стояла здесь от разработчиков в целом смотрелось не так уж и плохо но половина участка была просто не задействована я конечно тоже могла поступить подобным образом но блин это не в моих правилах как будто бы я привыкла что если у меня есть участок я должна его но хотя бы на 90 или на 80 процентов заполнить хоть чем-то не не важно либо это задний двор либо это какие-то активности если это общественный участок то понятно напихать по максимуму короче максимально задействовать имеющуюся площадь чтобы ни один квадратный сантиметрик не простаивал зазря ну или максимум там под декор какой-то кустики цветочки там деревья так далее то здесь же реально был какой-то ужас потому что я не понимала как собственно с этим участком совладать но благодаря идее я поняла что да действительно можно на одном большом участке построить сразу два дома к тому же они кому-то очень даже пригодятся для истории и мне эта история безумно понравилась я ею вдохновилась и довольно быстро на самом деле придумала как все это дело можно обыграть к тому же у меня был некий план наверное все таки как раз таки из подсказки моей подписчицы поэтому сегодня я вам расскажу историю этих домов расскажу какие-то детали нюансы что я здесь построила что в итоге получилось поэтому собственно давайте начнем именно с рассказа про первый дом большой дом который вы сейчас собственно видите на своих экранах я начала именно с него потому что дома немного отличаются по размеру один дом побольше потому что семья в нем будет жить тоже побольше составом причем прилично так побольше а второй домик поменьше но он тоже довольно уютные классненькие по стилистике они между собой в принципе тоже отличаются потому что семьи разные наверное и по достатку семьи разные и по составу семьи разные по образу жизни они в принципе тоже можно так сказать что разные поэтому дома конечно же друг от друга отличаются но я осталась абсолютно довольна обеими домами вот прям у меня нет к ним никаких вопросов над первым домом я прям долго сидела вынашивала его дизайн планировку он мне как-то все не давался и не давался я очень долго над ним корпела а со вторым домом все родилось гораздо быстрее он мне сразу запал в душу я практически моментально придумала для него планировку короче прям все как-то так классно сложилось и в конечном итоге то что получилось меня вполне устроило надеюсь это понравится и вам ну так вот история первого дома и состав семьи здесь будут жить мама папа их сын подросток двое двойняшек тоддлеров мальчиков и одна девочка которая грудничок в общем состав семьи действительно довольно объемный и в целом это такая прям полноформатная семья я бы даже сказала не знаю как такой семьей можно управлять прям довольно четко чтобы все занимались своим делом никто зазря не просиживал не простаивал это для меня конечно до сих пор еще является наверное проблемой игра с большими семьями хотя в принципе как показывает династия иногда у меня получается но крайне редко но в любом случае семья вот такая вот большущая если говорить о каждом члене семьи то мама в прошлом являлась барменом сейчас она уволилась и занимается полностью семьей то есть она оставила работу ради семьи сейчас она вот прям домохозяйка ухаживает за детьми к тому же не так давно родилась дочка а я так поняла семья хотела очень девочку они очень ждали потому что все мальчики мальчики старший сын мальчик еще двое тоддлеров родились мальчики и все-таки видимо родители хотели очень девочку и пошли таки за четвертым ребенком в семье и наконец-то долгожданная девочка что кстати очень классно мне кажется тот кто ждет всегда этого получает если искренне ждет надеяться и верит то обязательно это получает но сам факт в том что в семье четыре ребенка и конечно же за ними нужен присмотр уход кому-то уроки помочь сделать за кем-то там помыть убрать накормить как минимум в детский сад отвезти мелких за самой мелкой присмотреть опять же поиграть там развивать и прочее поэтому мама отдалась полностью семье оставила свою работу не знаю насколько она к этому относятся грустит или не грустит таких подробностей я к сожалению не знаю но я думаю что она вряд ли грустит потому что у нее прям большая хорошая семья в целом атмосфера в семье царит тоже прекрасная но это я знаю исходя из рассказа моей подписчицы поэтому ничего лишнего от себя решила не добавлять я думаю вы если хотите докрутить как-то эту историю если вам понравятся эти персонажи может быть кто-то ими вдохновиться то уже сами для себя там решите что убрать и что добавить к этой истории я буду рассказывать так как мне ее и рассказали также в семье есть папа конечно же глава семьи он работает программистом но работает программистом на фрилансе то есть он полностью также находится дома на ежедневной основе при этом зарабатывает неплохие деньги и как раз таки на эти деньги семья и может позволить себе такой немаленький дом то есть дом действительно огромный он поражает размерами здесь аж 4 спальни куча санузлов большая общая зона кухня столовая гостиная еще небольшая игровая зона со всякими там настольными играми здесь реально огромный дом плюс прачечная гараж и прочие какие-то дополнительные помещения огромнейший задний двор с кучей всяких активностей для детей потому что их немало и естественно у родителей есть цель наверное дать своим детям все самое лучшее самые лучшие игрушки какие-то развлечения типа качели домики на дереве вот у них во дворе кстати стоит домик на дереве естественно я сейчас маленькую оговорочку скажу потом продолжу по истории я на камеру снимала не все потому что все это рождалось постепенно и так ролик почти на 40 минут а если бы я еще снимала все досконально именно это касается экстерьера съемка задних дворов съемка ванных комнат я не представляю насколько бы вышло это видео часа на полтора наверно как минимум а озвучить такой ролик ну блин это надо быть я не знаю crazy наверное я бы наверно тут умерла честно говоря поэтому это же нужно узнать что болтать полтора часа истории такой длинные у меня нет поэтому как бы естественно что-то я прям специально не снимала на катсценах поснимала принципе довольно много и подробно так что надеюсь все будет более-менее понятно это вот маленькая оговорочка отступления чтобы вы просто понимали что я не специально точнее наоборот я специально как бы чтобы не умереть при озвучке и чтобы вас сильно не заморачивать полутора часовом видео хотя мне кажется многие из вас были бы только рады конечно я знаю но блин это очень сложно в общем продолжаем дальше к отцу возвращаемся который работает на фрилансе программистами естественно я понимала что ему нужно какое-то рабочее место в доме и так как отдельную комнату еще под офис выделить было уже собственно негде потому что все свободные комнаты занялись спальни за детей много каждого нужно расселить по отдельной комнате как минимум да еще сделать родительскую спальню какие-то общие зоны ну и в общем место для отдельного офиса как такового для отца не осталось я выкрутилась из ситуации и добавил небольшую зону в их спальне родительской и сделаем у там небольшое рабочее место она получилась довольно уютным таким простор неньким то есть ему там никто особенно не помешает я думаю он там спокойно сможет поработать и там светленькая такая зона у окна с большим рабочим столом с компьютером со всеми необходимыми штуками для того чтобы заниматься программированием на дому поэтому я думаю ему там будет довольно комфортно на мой взгляд это чисто мое мнение не знаю может быть как-то можно было еще выкрутиться из этой ситуации но место просто уже под кабинет не осталось я знала что нужно его наличие в доме я прекрасно понимала да что наверное все таки фрилансер нужно какая-то рабочая зона но блин действительно при планировании дома а именно с этим домом у меня возникло много проблем при планировке я понимал что но я никуда его не впихаю либо я бы просто отказалась от нескольких ванных комнат на втором этаже например да и не у каждой детской спальни был бы свой санузел а я считаю что блин это важно потому что когда дети вырастут и будут вечно ходить в один санузел это будет странно как минимум поэтому было решено лучше оставить санузлов побольше и сделать рабочую зону в спальне так вот касательно отца на фрилансе я надеюсь вы поняли его заработок неплохой и позволяет содержать такой большой дом кормить такую большую семью ну и так далее по списку все затраты которые есть в семье это все как раз таки лежит на плечах кормильца отца который неплохо зарабатывает своим ремеслом также в семье есть сын подросток кстати по поводу имен надо было наверное уточнить подписчицы но я как-то честно говоря вспомнила об этом вот буквально перед озвучкой поэтому извините без имен они у нас все немного безымян может быть если она посмотрит этот ролик она напишет в комментариях как зовут всех героев про которых я сегодня рассказывал так вот мальчик подросток благодаря как раз таки вот этому подростку и появились эти дома вообще появилась эта история и в целом цель была как раз таки построить ради подростков вы потом поймете когда я вам расскажу почему цель была построить именно ради подростков потому что вокруг них крутится вся непосредственная история так вот сын подросток пока не буду ничего говорить про него потому что про него скажу чуть позже в конце для того чтобы вы все поняли у вас все совпало 2 то для романчика у них есть общая комната на двоих решила не делите на две маленькие проще сделать одну но побольше сделала ими игровую зону и личный санузел и всякие игрушки туда она расставляла и в целом комната получилась довольно симпатичный такой мальчишинская и такая вот прям очень уютная современная классная и в целом весь дом кстати выполнен довольно в современном стиле с таким современным дизайном все такое светлое и уютное видно что за этим домом следят в нем как-то поддерживают чистоту уют порядок более-менее и здесь все так хорошо чистенько уютненько и светленько даже несмотря на то что здесь много детей хлам и здесь как такового ну нет я решила сильно не разбрасывать там какие-то игрушки какие-то мелочи мне показалось что это здесь будет лишнее у каждого ребенка есть своя спальня и вот там как раз таки сосредоточен весь хаос весь бардак все игрушки так далее единственное что можно сказать про парня подростка кстати сейчас вспомнил что у него естественно своя личная спальня на втором этаже и собственно она такая тоже не маленькая со своим личным санузлом хоть и небольшим но он есть поэтому никто не будет его тревожить по утрам пока он чистит зубы например у него там тоже рабочая зона со своим личным компьютером с какими-то знаете там вещами по типу приставки для телевизора своя конечно же спальня все у него там устроена так как ему было нужно единственное что еще хочется добавить про подростка то он увлекается баскетболом он очень общительный у него куча друзей короче такой коммуникабельный подросток то есть не закрытый не замкнуты в себе и еще касательно отношений между детьми и родителями то это то что отец всячески старается поддерживать своего сына-подростка в начинаниях я так понимаю именно спортивных потому что отец сам часто занимается спортом он обожает спорт и кстати благодаря этому родился в гараже небольшой спортивный комплекс всякие беговые дорожки всякие силовые снаряды боксерская груша например я прям в гараже им там организовала небольшой такой спортивный уголок потому что отец сыном я думаю частенько проводят там вместе время отец учит сына каким-то приемом возможно боксерским не знаю там каким-то спортивным приемом и вот они часто мне кажется проводят там время поэтому такой небольшой спортивный уголок в гараже появился кстати в гараже также разместилась и прачечная зона что тоже по моему вписалась очень даже хорошо так вот возвращаемся к отцу и сыну отец разумеется поддерживает его во всех начинаниях и в целом они прекрасно общаются и как я уже сказала атмосфера в семье очень уютная и царит такая вот прям благодать никаких ссор руганий я думаю в семье в их не присутствует действительно идиллия и все друг с другом хорошо ладит теперь еще один ребенок который остался эта девочка она сейчас самая младшая грудничок для нее есть тоже отдельная комната конечно же в девичьих цветах как может быть иначе у меня всегда есть все-таки некое разделение на цвета в детских комнатах я все пытаюсь от этого уйти но никак не могу почему-то если девочка то обязательно розовый желтый зеленый фиолетовый а если мальчик то зеленый синий коричневый возможно в общем что-то такое и здесь это прослеживается и я старалась останавливать себя в таких попытках сделать комнаты разделенные по цветам но у меня ничего не получилось поэтому естественно комната двух тоддлеров выглядит довольно по-мальчишински а комната самой младшей девочки выглядит по девичьей что ж тут поделаешь вот вот так вот у меня сложилось на самый факт что все комнаты получились довольно милыми классными и мне кажется деткам там будет хорошо особенно вот у девочки такая очень светленькая розовенькая комнатка понятно что там сейчас больше мебели для мамы ну то есть всякие пеленальные столики креселки там и прочие шкафчики для хранения детских вещичек но уже потом когда девочка подрастет можно будет я думаю спокойно переделать эту комнату под более взрослого ребенка также поставить какие-то кроватки для тоддлеров либо для взрослого ребенка но уже там на свое усмотрение будете смотреть и собственно как-то менять все это дело естественно так как сейчас ребенок находится в стадии грудничка я и строила под грудничка в итоге первый дом у нас получается довольно объемным с большой семьей куча детей конечно же мама домохозяйка отец также по сути сидит дома но работает на фрилансе в целом прекрасная уютнейшая семья у дома есть большой задний двор с кучей активности для детей как я уже и сказала мне кажется есть где провести время а так как еще мальчик старший подросток увлекается баскетболом то во дворе появилось еще и баскетбольное кольцо я думаю они с отцом часто проводят время за игрой в баскетбол на участке конечно же помимо всяких детских игр и прочих прочих снарядов детских на заднем дворе появились и общие зоны с грилем со столом с диванчиками ну на тот случай если вдруг нагрянут гости и нужно будет устроить барбекю на заднем дворе почему нет то есть такая зона тоже присутствует и костер там стоит и кстати я туда как раз таки поставила вот этот экран телевизор который пришел к нам с комплектом маленькие туристы вот этот вот экран из простыни который заменяет нам уличный типа телевизор который такой симпатичненький красивенький собранный я бы по-другому конечно сказала но из чего попала ладно хорошо будем цензурно такая вот деталь и я никогда не знала куда шли притулить она вроде бы для задних дворов создана с другой стороны у меня не было еще таких домов в которые бы этот телевизор подошел в общем тут он вписался абсолютно потрясающе поэтому на заднем дворе для детей просто полное раздолье они вообще могут никуда не выходить из дома и чувствую себя прекрасно мне кажется хотя опять же солнце кого я все-таки по моему мнению это город исключительно семейный такой вот для больших семей с развлечениями для семей для детей и всякие вот допустим я строила парк с карусельками там со всякими магазинчиками там естественно все для детей ну больше большинство да всякие развлекательные зоны также еще планируется в будущем кое-что построить и также я строила детский сад опять же для детей и короче стилистика города получается такая уютная семейная спокойно хорошая и я думаю что этой стилистике этого формата я и буду придерживаться для санской мне он понятен он мне как-то близок что ли потому что в целом город пришел с дополнением жизненный путь а это все-таки дополнение больше про семью как изначально заявляли разработчики поэтому мне кажется ничего странного в этом нет идея она не нова она не моя она просто вот как разработчики придумали так мы собственно идем но в целом первый дом получился потрясающим огромным светлым современным и мне кажется подходящим для этой семьи именно по образу жизни наверное потому что что мама была довольно современной женщиной ну работая барменом я думаю сложно быть не современной женщины и сала мне кажется все они выглядят довольно потрясающе даже несмотря на то что допустим у мамы семействует четверо детей да ну то есть она родила и выносила четверых я думаю что она по сей день продолжает следить за собой за своим видом за своей внешностью за своими здоровьем и прочими всякими штуками кажется она не редко выбирается например куда нибудь в каким спа салон или салона красоты может быть на маникюрчик там еще на что-то почему-то у меня сложилось такое впечатление потому что ну как и иначе расслабиться четырех детей можно сойти с ума мне кажется там один парень подросток даже несмотря на то что он вроде такой тихий спокойный ну так если рассуждать мне курс он тоже дает периодически жару потому что это подросток по-другому быть просто и не может поэтому все-таки мне кажется что мама должна как-то расслабляться она периодически сваливает из дома например просит мам бабушек там до присмотреть за детками но в частности за самыми маленькими за старшим тоже особенно надзор не нужен хотя мне кажется тут можно и поспорить но сам факт что мне кажется мама часто уделяет время себе отец ну а что отец отец тем самым расслабляться периодически в гараже боксируя там эту грушу бегая на беговой дорожке проводя время с сыном играя в баскетбол мне кажется спорт для отца этого семейства этого как раз таки способ расслабиться порелаксировать подумать о чем то не знаю может быть отключиться с своей рабочей деятельности потому что он сам беднями за компом зарабатывать деньги бедняга такой мне кажется он расслабляется через спорт ему это вполне хватает естественно ни по каким там салоном он не ходит может максимум по барам с друзьями периодически все-таки у персонажа вряд ли совсем нет друзей поэтому я думаю что с друзьями он мог бы выбираться куда-то на какие-то вечера но это знаете не так что ушел не пришел конечно нет все таким он тоже такой персонаж семьянин по крайней мере у меня сложилось такое мнение вот и все таки он тоже чувствует свою ответственность перед воспитанием детей надолго никуда особенно не пропадает из их жизни всегда рядом всегда готовы помочь подсказать и там не знаю чем-либо позаниматься там будь то уроки будь то спорт или какие-то домашние игры с маленькими детками на общем все такие вовлеченные такая потрясающая семейная атмосфера мне кажется это большая редкость но вот тут какая-то идиллия и в целом дом об этом говорит я не хотела его знает делать каким-то темным мрачным потому что мне хотелось через дом и через его интерьер светлый показать вот эту семейную прекрасную светлую атмосферу атмосферу доброты понимания среди как раз такие членов семьи и мне кажется у меня это довольно неплохо получилось ладно с первым домом более-менее закончили чуть позже вы на своих экранах сможете увидеть строительство второго дома я начну рассказ про него прямо сейчас потому что блин про первую семью мне кажется я уже рассказала даже больше чем могла сказать что-то туда же какие-то мысли от себя добавляла поэтому надеюсь автор этой истории не против второй дом в нем живут всего два персонажа это мама и ее дочку подросток если говорить о маме то мама работает в частной больнице в частной клинике и тоже неплохо зарабатывает тем самым может позволить себе и дочери такой кстати он поменьше конечно дом но не то чтобы совсем очень маленький то есть у мамы и у дочки есть отдельная спальня своя да нет отдельного сундук у каждой комнаты но блин спальня хотя бы своя и они в принципе такого довольно внушительного размера тоже дом довольно объемный не самый крошечный который бы мог получиться поэтому в целом я думаю что мама много должна работать для того чтобы как-то более-менее содержать этот дом потому что все таки тоже требует каких-то денег по истории отец этой семьи погиб при каких обстоятельствах не знаю додумывать не буду вот а касательно девочки подростка девочка довольно творческая личность очень любит рисование танцы и по моему что-то еще а и она еще играет на фортепиано или на пианино короче такая музыкальная отчасти музыкальная девушка но и к тому же творческая в целом личность не знаю развивала ли в ней мама какую-то творческую составляющую в детстве возможно они часто ходили на какие-то кружки и петь танцевать или рисовать не знаю что откуда в ней столько творческого или может быть отец был по профессии тоже какой-то творческий человек но сам факт что девочка выросла очень творческой личностью что могу сказать про взаимоотношения мамы и дочери то мама очень любит свою дочь старается все свободное время проводить с ней то есть уделять и много времени мне кажется они часто беседуют по душам могут спокойно друг с другом поговорить то есть девочка может рассказать ей практически обо всем я думаю опять же таки такая тоже довольно неплохая семейная атмосфера складывается мама да разумеется часто и много времени проводит на работе но все-таки тогда когда она дома или тогда когда у нее выдается выходной денек я думаю она с радостью проводит это время с дочерью вне стен своего дома то есть они могут ходить куда-то на какие-то развлечения может быть куда-то посидеть в кафешке или просто прогуляться по набережной допустим сансы квой покататься на велосипедах возможно почему нет вы имеет место быть все-таки спорт мы не отменяем в этом плане поэтому могут куда-то выбраться также в какой-нибудь спа салончик какие-нибудь маникюрчики сделать все-таки девочка уже взрослая тоже подросток поэтому тут как бы не удивительно что может с мамой куда-то сходить может быть они выбираются на кита вечеринки даже вместе почему нет хотя не знаю конечно сансы квои вечеринки мне кажется немножко разные вещи но всякое может быть конечно в вашей истории например поэтому мама с дочерью проводят довольно много времени когда у мамы появляется это самое свободное время хотя девочка подростки я думаю тоже сейчас вся в учебе потому что впереди предстоит какое-то поступление в университет я думаю обоим подросткам что парню подростку что ей и кстати теперь мы можем подытожить касательно подростков сам факт в том что история была придумана именно ради подростков так как собственно дома эти были нужны именно из-за истории этих двоих без имен опять же ну ладно есть мальчик подросток и есть девочка подросток из двух этих домов живут они по соседству они учатся в одной школе но друг с другом не знакомы учатся в разных классах я думаю в параллельных потому что по возрасту я думаю у них вот прям одинаковый возраст вот но они никоим образом не знакомы и они не дружат они толком никак не пересекаются но так как они живут по соседству их дома вот прям вплотную стоят друг другу а еще маленький факт что балконы практически соприкасаются допустим балкон выходящий из комнаты мальчика подростка смотрит ровно на балкон девочки подростка но правда этот балкон не прямо из комнаты девочки подростка выходит он как бы прилегает к общему коридору между двумя спальнями на втором этаже но так как все-таки там стоит мольберт коврик для йоги там лежит девочка проводит на нем довольно много времени в теплое время года она там рисует она в целом может там посидеть позаниматься йогой поэтому он довольно часто мелькает на балконе а парень подросток тоже может периодически сидеть на балконе например играть на гитаре или смотреть в телескоп который у него там стоит возможно он увлекается какой-то наукой от неточного телескоп был добавлен просто как элемент никого декора да и интерактивности на этот балкон ну короче сам факт в том что их балкон и вот они прям очень очень близко и в какой-то момент подростки начали замечать друг друга в окнах то есть возможно девушка вышла на балкон сидела рисовала парень обратил на нее внимание и таким образом периодически они друг на друга попадали перекидывались взглядами по истории у них возникла некоторая не то чтобы влюбленность но между ними промелькнула некая искра они начали интересоваться друг другом и собственно наверное завязалась некое общение но истории как бы дальше нет потому что можно было развить ее самой на самом деле автор со мной истории не поделилась потому что она только планирует ее отыграть именно для этого и ей и нужны были эти два дома ради этих двух подростков и их подростковой влюбленности ну в общем дальше истории нет она так на самом интересном месте обрывается но как предположение они могли бы например периодически перебираться к друг другу с балкона на балкон потому что они действительно очень рядом туда можно что-нибудь положить и тихонечко перебираться в тайне от родителей таким образом девчонка могла бы бегать к парню в комнату потому что он может спокойно запереть дверь и никто не увидит конечно парень к девочке это сложнее потому что балконная дверь в доме маленьком она получается выходит в небольшой общий коридорчик между двумя спальнями и это было бы не очень удобным но в целом тоже имеет место быть короче подростки начали обращать друг на друга внимание начали общаться и вот куда эта вещь приведет их дальше никто пока не знает историю умалчивает можете додумать и поделиться своими вариантами развития событий в комментариях будет интересно почитать что же вы там такого нафантазируйте но вот сам факт что эти дома огромнейшие потрясающие занявший самый огромный участок солнце к вы родились благодаря двум подросткам как ни странно и их истории любви ну в общем вот вот такая вот маленькая история еще кстати хочется добавить про дом мамы и девочки-подростка на первом этаже разместились в общей зоны кухня столовая небольшая гостиная на первом этаже также есть рабочая зона небольшая у окна я думаю что мама периодически увлекается вязанием или вышиванием ну почему-то мне хочется чтобы она таким образом расслаблялась и нашла себе такое хобби поэтому у нее там небольшая рабочая зона как раз таки для этого хобби не там всякие клубки с нитками там всякие приблуды для вязания и вышивания и также там стоит ее компьютер и ее личный компьютер в который дочка собственно и не лазает зачем там у мамы всякие документы наверное какие-то не знаю отчеты может быть в частной клинике что-то нужно ну в общем какие такие рабочие моменты больше поэтому мамы там такой рабочая зона у дома также есть гараж но в нем особенно ничего не хранится потому что в семье нечего там хранить ну максимум может быть велосипеды если все-таки они на них катаются и у них есть велосипеды то они могут там хранить велосипеды ну и допустим в не сезон убирать туда елку и какие-то елочные игрушки коробки с елочными игрушками все поэтому в целом их гараж довольно свободный и пустой также на первом этаже есть один санузел и небольшая прачечная зона возле кухни ну конечно же у дома есть задний двор там немножко дворик поменьше потому что зачем такому небольшому дому делать огромный двор я не понимала поэтому разместила все самое необходимое на достаточно небольшом пятачке я разместила там джакузи какие-то шезлонги столики также гриле разумеется каких-то цветочков там насажала потому что почему бы нет девичий дом почему бы не сделать его максимально девичим и кстати девочка которая поделилась на эту историю тоже говорил о том что дом мама и дочери действительно такой девчачий от него прям веет вот этой вот уютностью девчачьи все такое миленькая аккуратненькая хорошенькая поэтому я собственно старалась придерживаться от запроса так скажем и на втором этаже расположились как раз таки две спальни одна из них спальня мамы а вторая из них спальня девочки подростка обе они довольно небольшие но туда вместилось кстати действительно все что я хотела и какие-то рабочие зоны например в комнате девочки подростка разместилась рабочая зона также с компьютером или планшетом что-то я туда поставила какие-то допустим шкафы тумбы также я туда поставила синтезатор потому что девочка увлекается музыка и мы об этом с вами уже говорили в целом такая уютненькая хорошенькая комната вот именно девчачья боже мой с мебелью из старшей школы которая такая вот знаете прям в стиле я даже не знаю каких-то кукол что ли такая вот кукольная мебель действительно я решила что очень даже подходит потому что по настроению это девушка творческая такая воздушная и такая кукольная слегка поэтому не показалось что очень даже это мебель и сюда идеально впишется и вся комната выполнена в одном стиле вся вот из одной мебели я думаю мама просто ей купила набор мебели но вот именно вот этой вот в комнату и они обставили все так красивенько я думаю это давно было то есть когда она еще была ребенком но мне кажется девочка не против жить в такой комнате по сей день и она не особо хочет что-то менять поэтому ей нравится она с удовольствием живет в ней в такой какая она есть в комнате мамы тоже предметов немного там в принципе какие-то места для хранения естественно разумеется кровать ну и какие-то прочие всякие там зеркала хранение одежды ничего особенного в общем в комнате мамы там нет ничего такого я там выдумывать не стала даже несмотря на то что она врач ну и что она работу оставлять на работе ничего никакой атрибутики дома у нее я думаю не присутствует но и также так как дом небольшой не получилось каждой спальне выделить личный санузел может быть и получилось бы но он был бы максимально крошечным и от этого бы урезались комнаты они так небольшие поэтому я приняла решение сделать общий санузел потому что все таки мама с дочкой ну что разве они не поделят общий санузел к тому же он довольно большой там вдвоем хватит места поэтому мне кажется что там нет ничего необычного кто можно первом этаже есть большущий санузел если кому-то вот прям не втерпешь могут спуститься туда и спокойно почистить зубки и сходить в душах перед школой или работой проблемы быть не должно до второй этаж маловат потому что получилось сделать пролетный этаж мне показалось это идея очень интересные я пожертвовал одним санузлом и я думаю что не зря пожертвовала потому что на такой относительно небольшой дом 2 санузла вполне себе достаточно к тому же они реально не крошечная они прям полноценные хорошие удобные в целом вот весь рассказ про эти два дома постаралась максимально подробно вот все что все что было в моей голове вообще все что приходило мне в голову во время строительства какие-то мои додумки мысли вот все рассказала все выложила как на ладони вот берите забирайте собственно и историю если кому-то понравится ну вдруг кто-то вдохновиться вот я надеюсь автор этой истории тоже не против вот так что собственно вдохновляетесь два дома вполне себе мне кажется на этот участок вписались просто идеально лучше не придумаешь почему-то я сама не додумалась до идеи сделать два дома блин на одном участке либо потому что я слишком часто уже использовала эту идею например в той же сан-секвой два раза уже здравствуйте дом а она из династии который кстати лежит и ждет вас на бусте по подписке если что заглядывайте если кто-то его долго ждал и вдруг не слышал не видел моих кличей о том что все вы держите ловите долгожданный дом поэтому если что подписывайтесь вот но еще были тонхаусы тоже в сан-секвой в таком в стиле л.а. что ли в стиле калифорнии не знаю откуда я там вдохновлялась я уж не особо помню в общем у меня уже в сан-секвой есть по сути два дома на одном участке дважды и вот этот третий вариант двух домов на одном участке это блин это мне кажется это перебор но что я с этим могу поделать если вот так все складывается если мне нравится строить подобное но кстати если говорить о в предыдущих домах например которые были тонхаусы сан-секвой красивые такие разноцветные то там конечно была проблема с наполнением я прям долго с ними мучилась что там придумать не могла а здесь как будто бы все пошло гораздо легче не знаю почему при том что дома в разы больше тех я кстати вам пооставляю подсказки по ходу видео на постройки сан-секвой я вдруг кто-то что-то пропускал в свое время поэтому можете посмотреть все в подсказках будет но короче я довольна этими домами получается что у нас с вами полностью закончена перестроен район хоп вал хиллс сан-секвой естественно остается еще пару участков например в районе пристань анкорпойн там остался один участок и еще два участка остается в районе сад гилберт целом суммарно во всем городе осталось три участка при том что тут вообще суммарно всего 12 большую часть уже перестроила это уже хорошо поэтому я думаю что остальные участки по крайней мере я очень это рассчитываю не заставит себя долго ждать идея есть но пока как обычно до реализации ручки не дошли поэтому хотя бы один район уже готов и это меня безумно радует я думаю что с пристанью я тоже должна довольно быстро разобраться там один участок ну что там блин в принципе не такой уж и большой он там участок поэтому может быть что-то и получится поэтому в целом я довольна какой получается сан-секвой тот стиль тут вайп который я хотела ей задать в принципе получается довольно атмосферненьким я надеюсь что вам понравилось это видео понравился рассказ история про персонажей естественно сами домики пишите в комментариях свое мнение касательно истории может быть у вас есть какие-то мысли как продолжить любовную линию между подростками возможно тем самым вы поможете автору этой истории возможно она еще не до конца понимает как все закрутить между ними а вы возможно натолкнете на какие-то идеи но и в принципе вдохновляете всех остальных и меня в том числе разумеется ваша история безумно вдохновляют поэтому спасибо вам большое так что жду вас в комментариях давайте порассуждаем на насчет любви между подростками вместе но конечно же пишите как вам сан-секвой в моем исполнении и чтобы вы хотели еще видеть в сан-секвой например я довольно часто задаю этот вопрос я в курсе но каждый раз вы придумываете что-то новое поэтому каждый раз я задаю его с любопытством так что если у вас до сих пор остались идеи не озвученной идеи для сан-секвой делитесь я буду только рада но на этом у меня на сегодня все я всех благодарю за просмотр но прежде чем уйти и закрыть это видео не забывай подписаться на канал и нажать на колокольчик для того чтобы не пропускать новых и интересных роликов также не забывай опускаться в описании и чекать все ссылки на социальные сети а еще если тебе не сложно ты можешь поделиться этим роликом со своими друзьями для того чтобы новые зрители узнавали о канале я еще раз всех благодарю за просмотр всем до скорых встреч и всем пока пока увидимся с вами в новых роликах и на новых стримах а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok